Лекция по Бхагавадгите, как она есть. Глава 9, тексты 1 и 2, а также глава 4, тексты 1 и 2. Прочитана Его Божественной Милостью Ачебактивидантой с вами Прабхупадой, 29 июня 1974 года в Мельбурне. Я говорю, что ребенок беспокоит. По стиху из Бхагавадгиты, из 9 главы. Шри Бхагаван Увача. В каждой главе вы прочтете это слово. Шри Бхагаван Увача. Бхагаван. Пожалуйста, выведите детей. Бхагаван – это верховная личность Бога. Бхага – значит достояние. Ван – тот, кто обладает. Итак, Бог – это тот, кто обладает всеми достояниями во всей полноте. Его называют Бхагаваном. Определение Бога таково. Он самый богатый, самый сильный, самый прекрасный, самый мудрый, самый отрешенный. Так вы можете проанализировать. Есть много богатых людей. Но никто не может сказать, что я самый богатый. Это невозможно. Потому что есть соперничество. Если я богатый, вы богаче меня. А кто-то богаче вас, кто-то еще богаче. Так что никто не может сказать, что я самый богатый. Это может сказать только Бог. Таким образом, высшее существо, слово «бог» в словаре определяется как высшее существо. Что значит высшее или верховное существо? Это самый богатый, самый сильный, самый прекрасный, самый мудрый, самый отрешенный. Вот так. И это Бхагаван. Верховная Личность Бога. Говорит. Поэтому это знание Бхагавад-гита. Что значит Бхагавад-гита? Это знание, данное Верховной Личностью Бога. Это не вторичное какое-то второстепенное знание. Это знание из первых уст. Мы должны получать знание из первоисточника, совершенное знание. Тогда наша жизнь будет успешной. Нам не нужно какое-то дефектное знание. Знание, которое мы получаем от живого существа, как мы, несовершенно. Оно всегда останется несовершенным, потому что мы несовершенны. Нам чего-то недостает. Мы совершаем ошибки. Любой великий человек, ни один великий человек не может сказать, что я в жизни не совершил ни одной ошибки. Это невозможно. Он непременно будет совершать ошибки. Он подается иллюзии, он принимает одно за другое. Например, сегодня великие люди, все они считают, я тело. Я индиец, я американец, я канадец, я этот, белый, черный. Но нет, я не тело. Это называется иллюзией. Так что каждый совершает ошибки, каждый поддается иллюзии. И поскольку человек несовершенен и при этом он хочет учить, поэтому он обманывает. Вы не можете, будучи несовершенным, имея несовершенные знания, учить других. Вы не можете учить, покуда вы говорите, возможно, скорее всего, что это за знание. Это свидетельствует о том, что вы не знаете. Скорее всего, означает, что вы не знаете. Возможно. Это просто предположение. Так что все эти великие теории со стороны политиков, ученых, философов, они просто говорят, возможно, скорее всего, может быть, недостающее звено. Это не знание. Поэтому мы читаем Бхагавадгиту, Шибхагавану Вача. Там нет несовершенства. Это совершенное знание. Если вы читаете Бхагавадгиту, вы получаете совершенное знание. Что говорит Бхагаван? Бхагаван Кришна учит Арджуну. В 9 главе он говорит, мой дорогой Арджуна, сейчас я обращаюсь к тебе. Собираюсь поведать тебе самое сокровенное знание. Гу-хья-тама. Тама значит нечто превосходящее, превосходная степень. Есть положительная степень, есть превосходящее, есть сравнительное. В санскрите тара-тама. Тара значит сравнительное, тама значит превосходящее. Итак, Бхагаван, Верховная Личность Бога говорит, дам ту-те гу-хья-тамам, сейчас я говорю, обращаюсь к тебе, передавая тебе самое сокровенное знание. гьяна-гь-гьяна-гь-гьяна-гь-сахи-там. Это совершенное, полноценное знание, это не плод воображения. Гьяна-гь-гьяна-сахи-та, вигьяна значит наука. Это практическое знание. Если вы постигнете это знание, ядготмяка-гьяна-гь-сахи-тамам. Мокшаси означает, вы обретете освобождение, а ашубхат, от неблагоприятного. Наша нынешняя жизнь, настоящий момент, пока мы обладаем материальным телом, оно исполнено всего неблагоприятного, мокшаси-там. Ашубхат. Ашуба, значит, неблагоприятное. Что это за сокровенное знание? И Кришна говорит сейчас. Он снова подчеркивает. Это сокровенное знание. Раджа-видья. Раджа. А значит царь или царский. Например, у нас есть опыт, у нас есть дворцы, дома. Но когда мы приходим в царский дворец, это самое лучшее в городе. Конечно, сейчас нет этих царских дворцов, все произведено, но до сих пор где-то есть. Как в Лондоне мы видели Бакингемский дворец. Это лучший дом в Лондоне. Аналогично Раджа-видья. Есть разные виды образования учености, но это знание, которое сейчас Кришна передает Арджуне, Он говорит, это Раджа-видья. То есть это царь всего образования. Есть разные виды образования, разные отрасли знания. Но это лучшее из всего царского образования. Раджа-видья, Раджа-гухья. Это самое сокровенное знание. Обычный человек не сможет его понять. Раджа-видья, Раджа-гухья. Оно не осквернено. Это означает, это не материальное знание. Это духовное знание. Материальное знание осквернено. Есть три качества в материальном мире. Сатва-гуна, Раджа-гуна и Тамагуна. Добродетель, страсть и невежество. Так это знание выше всего этого, выше даже благости. Страсть порицается, невежество порицается. Даже материальная так называемая благость тоже порицается. Это знание выше всего этого. Уттамам — это значит «вне всякой тьмы». Тама — значит «тьма», а Утт — выше. Уттамам. Пратакса кавагавам. Вы получаете какое-то знание. Допустим, вы хотите излечиться от какой-то болезни. Врач выписывает вам лекарство, предписывает какое-то лечение. Так протакса кавагама — это не теория. Вы понимаете, что ваша температура уменьшается, силы возвращаются к вам. И тогда это протакса кавагама. То есть вы непосредственно ощущаете это на себе. Если вы идете к врачу, он дает вам какое-то лекарство, а вы при этом не понимаете, излечиваетесь вы или нет, или вы в том же состоянии. Нет, это не то. Вы почувствуете. Или можно еще один пример привести. Например, вы едите пищу, вы чувствуете удовлетворение, силу, наслаждение. А не то, что вы едите и ничего не испытываете. Нет, вы сразу понимаете, что вы насыщаетесь. Точно так же протягшего гамам дхарма. Дхарма — значит религия. Не нужно понимать это слово в контексте, в каком оно приводится в английском словаре, как некая вера. Нет, это не так. Это не вера, это факт. Дхарма — это факт. Дхарма — это не воображение. Религия — это не плод чего-то воображения. Я что-то там вообразил. Вы вообразили что-то. Сейчас столько негодяев. Они говорят, что вы можете придумать собственную дхарму, религиозную систему. Нет, это обманщики. Вы не сможете этого сделать. Я уже несколько раз объяснял, что такое дхарма. То, что дано бхагаванам, бхагавата-дхарма. Дхарма — религиозная вера. Это кодекс, данный Богом. Самое короткое определение. Как в государстве, правительстве, царь или законодательное собрание, они могут издавать законы. Вы не можете дома придумывать закон. Если вы скажете, что я тут собственный закон написал, его никто не признает. Точно так же вы не можете придумать какую-то дхарму или веру. Нет. Дхарма в ведических текстах есть описание. Дхарма или дхарма или религия дается Верховной Личностью Бога. К сожалению, мы не знаем, кто такой Верховная Личность Бога и каковы Его указания, каков Его закон. Мы не знаем. Каждый из нас пребывает во тьме. Здесь говорится не о таком знании. Здесь говорится о совершенном знании, уттамам, то, что выше тьмы. Тьма — это тьма. Ут — значит, трансцендентная. Уттама. Если вы стараетесь следовать этой системе религии, вы напрямую поймете, да, вы продвигаетесь. Например, к эти юноши и девушке. И вы тоже присоединяетесь к ним. Они танцуют. Это непосредственная связь с Богом. Иначе они не думайте, что они какие-то собачки. Я их там подкупил, и они танцуют передо мной. Нет. Они чувствуют сознание Бога, сознание Кришны. Поэтому они танцуют. Не подумайте, что я приехал из какой-то заморской страны, дал им взятку, и они танцуют как собачки. Нет. Протягшего гамам дхармья, они непосредственно чувствуют присутствие Бога. Поэтому эта система, это система сознания Кришны. Поскольку в этот век мы настолько падшие, мы не можем подвергать себя суровым москетизму, отправляться в Гималай, в лес, зажимать ноздри многие годы. Это невозможно. Но эта дхарма, эта система постижения Бога настолько хороша. Вы видели на сцене, даже маленький ребенок тоже танцует. Потому что его никто искусственно не учил. Он танцует самопроизвольно, потому что это прямая связь с Богом. Поэтому и говорится протягшая вагамам. И сусукхам, это значит, это делается с радостью. Это не очень трудно. Су значит, что-то очень хорошее, очень приятное. а сукха значит счастье. Пока они танцуют, они испытывают счастье. Сусукха это очень легко доступное счастье. И они непосредственно ощущают связь с Богом. Вот что такое протягшая вагамам дарам ям. Практика такой религиозной системы прекрасна. Вы поете, танцуете, принимаете просад. Вам не нужно быть каким-то очень образованным человеком. Вы должны очень хорошо разбираться в философии и так далее. Говорить какие-то красивые слова. Это вам не поможет. В эту эпоху люди настолько падшие, что они не могут вообще воспринимать философию или какие-то бескопарные речи и понимать. Это невозможно. Но по милости Шичитане Махапрабу, чья статуя сейчас стоит перед вами, он дал нам вот это прекрасное средство движения Санкиртана. Каждый может присоединиться каждый может сразу же почувствовать, что такое сознание Бога. В этом его величие. То, что описывается в Бхагаваддите своим поведением, своими отношениями, Шичитане Махапрабу на практике продемонстрировал. Поэтому его называют Махаваданья Аватарой. Махаваданья Кришна Прима Прима Прадайати Кришна Кришна Чайтан Нанамине Говрат Си Наваха. Шри Ла Рупа Госчани встретил Чайтан Махапрабу в Прайаге. Есть такое место, святое место в Индии, именуемое Прайагом. И приняв отрешенный уклад жизни, Шичитане Махапрабу отправился в Прайаг и в другие святые места. И Шри Ла Рупа Госчани был министром в правительстве, но он все оставил и примкнул к движению Хария Кришна Шичитане Махапрабу и так, когда он только впервые встретил его, он прочел этот стих Намомаха Ваданья. Ваданья значит самый великодушный. Есть много воплощений Бога. Но Група Госчами сказал это воплощение Бога Шичитане Махапрабу Самый Великодушный Намо Махападан Почему Великодушный? Ты спасаешь людей благодаря своему движению Сангиртана это происходит немедленно. Понять Кришну очень трудно. Кришна сам сказал об этом в Бхагавадгите. Из многих миллионов людей не только в эту эпоху и в прошлом тоже из многих миллионов лишь один пытается стать совершенным. Как правило у людей нет знания о том что такое совершенство. Они просто не знают об этом. совершенство означает прекращение процесса рождения смерти старости и болезней это совершенство. Все пытаются стать совершенными но они не знают что такое совершенство. А совершенство значит вот именно это. Когда вы освобождаетесь от этих четырех несовершенств а именно от рождения смерти старости и болезни никто не хочет умирать но вы вынуждены умирать. Это несовершенство но эти негодяи не знают об этом. Они думают мы вынуждены умереть но вы вечны вы не предназначены для смерти но смерть заставляет вас ой извините у меня же еще столько дел нужно сделать нет ты должен умереть прямо сейчас что ваши ученые говорят великие ученые со своей наукой они только несут всякий вздор и не дают никаких средств они пытаются сдерживать рождаемость разными контрацептивными средствами даже убивают своих собственных детей путем аборта но тем не менее население растет каждую минуту каждую минуту она возрастает они обеспокоены потому что рост населения продолжается так что же может ваша наука она даже это не может остановить так рождение смерть никто не хочет умирать смерть приходит непрошенный к вам рождение тоже они хотят остановить но рождение тоже продолжается рождение смерть старость кто может быть свободным от старости Все хотят оставаться молодыми, но это невозможно. Например, я тоже был молодым человеком. Сейчас я думаю, о, я старею, я старею. Рождение, смерть — старость, болезни. Пока мы в материальном теле, болезни непременно будут, вы не сможете их остановить. Вы можете очень гордиться тем, что вы изобрели прекрасные лекарства, но почему не покончить с болезнями, но это невозможно. Итак, это все несовершенства нашей жизни. Рождение, смерть, старость, болезни. И наука, образование, столько всего, что вы называете разными умными словами. Вы можете продолжать все это делать, но тем не менее останетесь несовершенными, потому что вам придется умереть, потом после смерти снова родиться, и как только вы рождаетесь, ваше тело будет стареет и стареет, и вам придется страдать также от болезней. Это называется несовершенством. Но они настолько отупели, что не могут понять, что человек может подняться над этими несовершенствами и стать совершенным. Они не знают этого. Итак, движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы дать вам это совершенство. Это необычное движение. Если вы достигнете совершенства в сознании Кришны в своей жизни, об этом говорится в Бхагавадгите, Кришна говорит, «Все знание, которое мы получаем, мы получаем его непосредственно от Кришны, верховной личности Бога. Это совершенное знание. И Кришна говорит, «Манушья нам сахас решу», поскольку они не знают, что такое совершенство. Они негодяи. Они пребывают в такой тьме, что не знают, что такое совершенство. Они думают, смерть неизбежна, потому что они просто не знают, как остановить смерть. Так в этом мире глупцов и негодяев, которые не знают о совершенстве, они просто думают, «Ну, пока я живу, я постараюсь жить богатой, буду танцевать, как собака». Вот это совершенство. Нет, совершенство — это когда вы останавливаете рождение, смерть, старость и болезнь. Вот это совершенство. Из многих тысяч людей один может постичь. Как положить конец этому несовершенству? И из многих таких людей, которые действительно стремятся к совершенству, из многих тысяч таких людей. Кришна говорит, «Тот, кто достиг совершенства из многих таких людей, сотен и тысяч, лишь один может знать меня, постичь меня». Кашчин мам бетит от вата. Представьте себе, как трудно постичь Кришну. Но Шичайтани Махапрабху дает нам этого Кришну. Возьмите Кришну прямо сейчас, поете, танцуйте и возьмите Кришну, ешьте прасад и возвращайтесь домой. Представьте себе, насколько это эффективное движение. Мгновенно. Поэтому, говорится про Кшавагаман. Да, те, кто поют и танцуют, они осознают. Почему? Потому что сам Кришна отдает им себя. Хорошо, возьмите меня. Меня очень трудно постичь, потому что вы несовершенны, «Но я отдам себя вам». Вот это движение сознания Кришны. Постарайтесь понять. И это не трудно. Даже ребенок может воспользоваться этим. Посмотрите, маленький ребенок, он кланяется, он танцует, он предлагает цветы. с самого начала своей жизни и не только один ребенок, но сотни детей в Далласе, которые их учат, воспитывают, их обучают. Они становятся божественными натурами с самого начала своей жизни. Итак, мы просим, постарайтесь понять протягшего Кхамам Дхармья. Вы можете понять это очень легко. Если вы просто присоединитесь к нам к пению и танцам, вот и все. Вам не нужно становиться магистром, бакалавром, доктором наук. Если вы таковой, то это очень хорошо. Но если вы не являетесь таковым, если у вас нет знаний, тем не менее, если вы просто присоединяетесь к нам к пению и танцам, то очень скоро, или сразу же, я уже объяснил, что этот танец, это не просто какой-то платный танец. Почему они танцуют? Они что-то чувствуют. Это очень практичный метод. Я очень благодарен вам за то, что вы присоединяетесь к этому движению каждое воскресенье. Это очень легкий способ. Если вы продолжаете это делать, вы очень скоро осознаете Бога, и ваша жизнь будет успешной. Понимание Бога означает, это успех. Иначе успеха нет. Иначе вы снова рождаетесь. Падхады хантерапраптии. Вам придется поменять тело и снова родиться в другом теле. И пока вы продолжаете рождаться в одном теле за другим, вы не сможете испытать счастье. Вы можете пытаться стать счастливыми, строя огромные небоскребы и накапливая целый гараж машин. Но это невозможно. Счастье невозможно. Обрыв записи. В Бхагавад-гите, в четвертой главе, вы прочтете. Кришна говорит, что давным-давно, многие миллионы лет назад, я рассказал об этой философии Богу Солнца. Бог Солнца передал эту философию своему сыну Ману. Ману объяснил ее своему сыну Икшваку. Так происходит ученическая преемственность. Ученическая преемственность, что это такое? Изначальные уроки, которые даны Кришной, должны передаваться от изначальной личности через учителя к ученику. Мы назвали свою Бхагавад-гиту Бхагавад-гитой, как она есть. И здесь профессор Димак также написал, что это точное и полное английское издание Бхагавад-гиты. Итак, мы представляем Бхагавад-гиту, как она есть. Вот что такое ученическая преемственность. Мы не говорим, как негодяи, не даем своих толкований каких-то. Нет, никаких толкований. Негодяи толкуют. Он негодяй. Как будто бы Кришна оставил Бхагавад-гиту для того, чтобы эти негодяи давали свои толкования ей. Нужно давать Бхагавад-гиту, как она есть. Кришна говорит, Мой дорогой Арджуна, Я Всевышний, и нет авторитета выше Меня. И мы представляем это. Кришна – изначальный авторитет. Вот что такое система парампары. Мы не меняем, не говорим, что Кришна – это это, Кришна – это то. Мы не идем на такой обман. Кришна – высший авторитет. Что это? Вода? Нет. Также Кришна говорит, и мы учим этому. Просто думайте о Кришне постоянно. Как только вы произносите этот звук, вы тотчас же вспоминаете о Кришне. Вот Кришна и Радхарани. Это естественно. Вы говорите, Кришна, если вы слышите, вы сразу же вспоминаете форму Кришны, имя Кришны, качество Кришны, деяния Кришны, учения Кришны. Это называется сознанием Кришны. И Кришна говорит, стань моим преданным. И мы учим этому. Мы открываем храмы Кришны и просим каждого, пожалуйста, станьте преданным Кришне. Но мы не поступаем, как некоторые негодяи, которые открывают храмы и начинают проповедовать всякую чушь. Мы поклоняемся Кришне. Кришна говорит, поклоняйся мне, манманабхвамадбхто. Мы регулярно поклоняемся, как это предписывают шастры, вставать рано утром, проводить мангала арати, предлагать это, предлагать то. Мы полностью заняты этим. Это называется мангаламаскару. Склоняйся передо мной. Вот эти четыре вещи. Это не очень трудно делать. Каждый может это делать. Каждый может всегда думать о Кришне. Неужели это трудно? Наш ум должен быть погружен в какие-то размышления. Так думайте о Кришне, тогда ваша жизнь будет совершенной. Это парампара. Это не очень трудно. Все это описывается. Шрила Парапада, а возможно ли, может ли движение сознания Кришны изменить природу каль-юги? Конечно. Конечно. К примеру, если эпидемия началась, и вам поставили вакцин, то вы не подхватите эту болезнь. Точно так же каль-юга может быть очень несовершенным временем с множеством недостатков. Но если вы остаетесь в сознании Кришны, эти недостатки не коснутся вас, потому что вы становитесь трансцендентными. Об этом говорится в Бхагавадгите. Каждый, кто посвятил себя служению Господу, становится трансцендентным ко всем этим материальным законам. Вот, например, этот ребенок, он не знает, что такое сознание Кришны, но он тоже танцует, потому что он уже находится на трансцендентном уровне. Не нужно думать, что он ребенок, он должен вырасти и стать стариком, как я, и тогда он будет танцевать. Нет, он сразу же может танцевать. Итак, сознание Кришны настолько совершенный метод, что вы сразу же поднимаетесь на трансцендентный уровень. Вы не осквернены этими материальными законами. Есть ли еще вопросы? Какое знание Кришна открыл Арджуни? Что это за знание? Он спросил, что за знание Кришна открыл Арджуни? Да, Кришна попросил, негодяй, предайся мне. Вы все негодяи, предайтесь Кришне. Тогда ваша жизнь будет успешна. К этому сводится суть наставлений Кришны. Кришна не обращается только к Арджуне, Он обращается ко всем нам, негодяям. Вы придумываете столько всего, чтобы стать счастливыми. Вы никогда не станете счастливыми. Можете не сомневаться. Но предайтесь мне, и я сделаю вас счастливыми. Вот что такое сознание Кришны. В одной строке. Итак, разумный человек, он воспользуется этим процессом. Я делал все от себя зависящее, чтобы стать счастливым, но все потерпело фиаско. Сейчас я предамся Кришне. Вот и все. И Кришна также сказал, это не я выдумал, что я вот тут рассказываю, что все негодяи. Кришна говорит об этом. Мудхи, негодяи, негодяи не предаются мне. Поэтому наш критерий таков. Если человек не предан Кришне, он последний негодяй. Пусть даже он магистр, доктор наук и еще кто-нибудь. Но мы его считаем последним негодяем, потому что он не предан Кришне. Таков тест. Мы простые, потому что мы не очень образованы. Но мы принимаем слова Кришны. Кришна говорит, что только эти категории людей, какие? Душ-критина. Душ-критина значит тот, у кого есть какие-то качества, но он занимает свои качества и способности в греховной деятельности. Например, атомная бомба. Тот, кто создал ее, он, конечно же, способный человек, очень умный, великий ученый. Но как он пользуется своими способностями, чтобы убивать людей? Вот и все. Ведь людей убивают, сэр. Они уже умирают и так. Что вы такое создали? Ну, я получил Нобелевскую премию. Зачем? Я придумал то, что очень быстро может убить людей. Немедленно, но быстро. И его награждают Нобелевской премией. Понимаете? Он что-то создал. Почему бы вам не создать то, чтобы люди не умирали? Вот тогда я действительно признал бы ваши способности. Но нет, он свои способности использует для того, чтобы грешить. Вот это душ Крити. Такая категория людей не может предаться Кришне, потому что им придется страдать за свои грехи. Они не могут предаться. Предание означает, «Вы освобождаетесь от всякого греха». Кришна уверяет, «Если ты предашься, я сразу же избавлю тебя от всех последствий греховной жизни». Но они не предадутся. Они будут продолжать страдать. Итак, мудха — это негодяй, глупец. Кришна дает столько возможностей, но они не примут. Поэтому мудха и нарадхама, нарадхама — низший из людей. Кришна говорит, «Придайся мне, собака не способна на это». Только человек может, если же он этого не делает, то он низший из людей. Он не пользуется этой возможностью, нарадхама. Но человек может сказать, «Столько же великих людей, образованных, ученых». Кришна говорит, «Мая Пахритагьяна». Хотя они знают столько всего, тем не менее, Майя отнял у них их подлинное знание. Асура, Бхава, Машита. Поскольку они демоны и атеисты, они не могут встать на этот путь. Что же тут можно сделать? Кришна дает все возможности. А мы, смиренные слуги Кришны, мы пытаемся проповедовать это, но негодяи это не примут. Что тут поделаешь? В этом беда. Они хотят продолжать оставаться негодяями. Вот и все. Что тут поделаешь? Вот в чем проблема. В противном случае все есть. Если мы принимаем это, даже ребенок может получить благо от этого. сознание Кришны. Вы видели это на практике. Но мы это не примем. В этом проблема. Он спрашивает, «Мы все грешим. Мы не можем подняться на уровень познания Кришны, пока мы грешим». Нет, даже если вы грешны, Кришна говорит, «Предайтесь», и Кришна позаботится о ваших грехах. «Предайтесь», и тогда Кришна позаботится. «Я избавлю тебя от всех последствий». Тебе не нужно ждать, что там сначала, «избавь меня от грехов» и так далее. Нет, как только вы полностью предаетесь Кришне, Кришна, «До сих пор я находился во тьме, но сейчас я предаюсь тебе. Если хочешь, ты можешь убить меня, если хочешь, ты можешь поддержать меня». Вот что такое предание. И тогда Кришна позаботится. Если же вы продолжаете предаваться, вы очищаетесь. Но если вы снова совершаете грех, то это уже ваша вина. Но если вы по-настоящему предаетесь, и как Кришна говорит, если больше не грешите, вы остаетесь совершенными. Даже в этой жизни, как только вы достигаете совершенства, вы удостаиваетесь возвращения к Богу. Тогда все ваши проблемы решены. все есть. Шилапрабхата, как можно обрести смирение? Он спрашивает, как можно обрести смирение? Это в ваших руках. Мы учим, что нужно стать смиренными, кроткими, предаться, если вы это не делаете. У вас есть свобода, свой выбор. Это ваша проблема. Где смирение? Вы уже предаетесь разным глупым привычкам. Почему бы не предаться Кришне? Немного разума. Я предавался своим чувственным наслаждениям. Мои чувства диктуют мне делать что-то. А я делаю. Я делаю это. Мой долг предаться. Я уже предался моим чувственным наслаждением, своим капризом. Почему бы не предаться Кришне? Просто немного разума нужно. Вы не можете быть независимыми. Например, если вы скажете «Мне наплевать на законы правительства». Вы можете так сказать, но вам придется им следовать. Вам придется. Аналогично. Вы можете сказать, что я не предаюсь Кришне. Мая тут как тут. Мая тут как тут. Она сразу же позаботится о вас. Тогда вы становитесь слугой одруманивающих средств. Этого, того. Но если вы разумны, вы поймете свое положение. Я уже предался всей этой ерунде. Почему бы не отказаться от этого, не предаться Кришне? Это признак разума. Тот, у кого нет разума, он будет продолжать страдать. Что тут поделаешь? Вы не можете сказать, «Я не предан». Вы преданы требованиям своих чувств. Но поскольку вы глупы, вы не знаете. Я действую по указке своих чувств. Чувства, мои господа. Почему бы господином не принять Кришну? Это разум. Вы не можете быть свободными. Это невозможно. Я задал этот вопрос одному именитому профессору в Москве, коммунисту. Я его спросил, в чем разница между вашей философией и нашей философией. Вы приняли лидера Ленина, и мы приняли лидера, Кришну. Что касается принятия лидера, то разницы нет. Разница только в процессе. Если лидер совершенен, то и процесс совершенен. Если лидер негодяй, то процесс тоже обман. И он не смог ответить. Насколько далеко ушло это движение коммунистов? Да не на сколько. Потому что они приняли одного лидера, они предались кому-то, но человеку, которому они предаются, если он совершенен, тогда все совершенно. Если же он негодяй, то вся система это сплошной обман. Поэтому наш совет таков, вы должны кому-то предаться. так лучше предайтесь высшей совершенной личности Кришне, тогда вы будете счастливыми. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok